Эмбер для БЗМ или инвокер? ТВ-сигнатурки? Вы багера вообще смеете. Эмбер звучит в этой игре клёво, если честно. Насчёт того, как стоит Водит Спирита. Эмбер пыталась. Они 50 на 50 всё время стоят в этом плане как-то. Ни о чём ответка в этом отношении. Да, хорошая для Эмбера, но тут вся будет игра на... Как-то 50 на 50 она уходит в лес, а там сложно её найти, при этом нельзя игнорировать. Но очень много задач будет поставлено. К Томми тем временем уже подставляет. Вот так не надо делать. Вот так не надо против ЦК делать. Если Тимадо ФБшит здесь, он уже начнёт свою линию выигрывать тотально. Вы сами понимаете, что Кентавр вместе с Манки Кингом не то, чтобы лучший лайн на планете. Катаоми на своём герою будет постепенно раскрываться всё больше и больше. Ну плюс нельзя давать ДВшку, да, очевидно. Слишком сильно. И вам банов не хватает на всех. Бишман что-то видел на Вивере, на линии. Это очень странно. Я такого давно не видел, чтобы Шекучист погибал на лайне, когда там нет нормального. Просто кажется, что в этом как раз таки аспекте работы Манки Кинг намного лучше себя проявляет. По крайней мере на этом этапе. Фишман отойти. Нужно не умирать второй раз. Это вторая смерть на линии. Чё-то как-то слабо, да, у нас пятёрочка. Антити начинает. Подливает масло в огонь. Добавляет. Это Нетворсы после всех этих перемещений. У Ватсона проблема по Нетворсу, кстати, замечаю вам. Предпоследнее место Редикоров. БЗМ тем временем под атакой. Вот Катаоми Станчик есть. Ну и Мершин. Идеальная позиционка от него. И батарейки не дают сыграть Манки Кингу. Седьмая минута. Время отконтролить Винздам Руны. На топе тем временем напряжение растёт. Ватсона нет ресурсов. Мне кажется, что сейчас уже не очень в себе уверенно стягиваются в центр. Там опять месяцы спириты между собой. Связывают войт спирита. Есть кусты Атари. Манки Кинг спрыгивает на Мершину. Прямо сейчас ставится Коги. Можно много дэмэджа выдать. Клокверка, Клок погибает. А рун на топе, да? Вот это битва за руну называется. Та самая легендарная. Но он тем временем пробивает БЗМу. У того есть ремонт аут. Так что он может не бояться идти дальше, жарить ноуана. У того ещё имеется щиток, стики. Ещё один астрал степ, а Ари под огнём, под опасностью. У него есть нежевика. Можно закинуть под себя. Хорошо. Но тебя уже не отпустят. Да, и БЗМ ничем не поможет. Хотя Фишмана можно было бы зацепить, но... Не, у БЗМа, наверное, не хватит дэмэджа. Но мы в низе. Фишман. Можно выйти. Да, да. Хороший фраг от БЗМа. От тоненького сыграно. Фишман продолжает фидить. Не очень. А то ещё. БЗМ. Всё, отойти просто. Фишману надо. Фишман погибнет. Ещё раз. Нет. И тычка, тычка, она догорит, догорит. Обида. Да. Переигрывает, переигрывает БЗМ на миде. Красава. Потный молодой человек. Дэм тем временем без стампида. Зато с блейдаком можно в целом сжать блейдак. Нажать стан. Нажать дэбл ээдж. Катаоми. Станчик будет ли какой-то. БЗМ пришёл сюда же. Дэм, походу, отсюда не уходит. Четвером они забирают тройку соперника. Вот это, конечно, передвижение максимально активное. С одной и с другой стороны. Саппорты вообще ни на секунду на линии их не стоят. Все постоянно бегают. Налево, направо. На мидл, на активку. Пока активки нет, на ботом пришли. Помогли. Красавчики. Мне очень нравится, что одни саппорты что-то другие. Ну, в смысле, что с другой стороны. Только фишмэн много фидит. БЗМ уходит на ремнант. Сразу же виспер вкатывается с ультимейта. Минус вивер, минус эмбер. Катаоми на бэклайне добрался. Дал палку. Да, погибнет Атари, но это того стоило более чем. Соло экспириенс для Манки Кинга. Нун подру на счета. Впитывает стычки от башни. Я только хотел сказать, что немножко Манки Кинг потерялся, да, после стадии лейдинга. Загонгать, попробовать. Вчетвером выходит Энтити вниз. Хотят подраться. Ари и Мершин первый, кто подставится. Но хотелось бы на ЦК ворваться. Врываются на ЦК. А тут стан Кентавра. Дабл Эйдж в лицо. Моментальный телепорт от Пангольера. Но живет пока Тимада. Добить его быстро не получается. Ну, нормалет. У него армлет, а берста нет. Еще и вивер подставляется. Ну, что ж такое-то, пишман. Боже мой. Нинага пришла сюда. Ватсон, тебе нельзя умирать ни в коем случае. Ты сейчас даже не формишь. Дэпаут, дэпаут. Нормальный телепорт обратно. Да, да, да. И Нун. Уйдет. Уйдет. Умершина не с шестого левла. Что? Ватсона зацепили. Ари. Густые. На геничах, на геничах играет Ари. На пределе, я бы сказал. Еще и контролит Тимада и Иллюзии. Блочит Ватсону. Проход до моста. Рифт, стан. Все остальное. Ватсон отсюда не уходит. Какое же решение от Ватсона. Ему спейсит вся команда на боте. Нападает на героя, которого они не могут заберстить. Потому что у них просто не хватает ресурсов. А там армлет на Тимада. И он вписывается в эту движуху, которой он вообще не должен быть. Очень много странных действий от Энтити. Затяжные файты это вообще не их конек сейчас на этой стадии. Ворвались, убили, не убили, ушли на мобильности. Они на этом моменте, мне кажется, игру проиграли. Честно говоря. Ну, я имею в виду, не проиграли. Да, сделали ее невероятно сложной для себя. И того спейса, которым нужен для того, чтобы раскачать нагу, раскачать остальных коров. Он сейчас очень сильно сокращается. С каждой смертью OG набирают этот сноубул. Виши пропало, я бы сказал. Так, нападение на Эмбера. Эмбер ушел, забрал хасту, убили Ари. А кто-то придет помочь? Нет, не придет. Хотя Пангалер ТБ нажал. Пангалер хочет драться. Но Ари-то отсюда не должен выходить. А что с Виспером? Виспер просто катается. Окей, Фишман под ударом. Ну, заберут Фишмана и заберут. Я говорю, седьмая, все. Теперь контрольное, так сказать. И кодер-атака шикарная против Панга. Виспер не доценил объем берста со стороны Нуна вместе с ДМом. А вот это уже очень приятно. Станчик в Эмбера. Понятное дело, что Эмбера не страшно. Прилетает еще и Клок. И вы забираете Манки Кинга. Два на два, но вы потеряли Кора. С одним из топовых надворцев на карте. Энтити сейчас неплохо подрались. Хоть и не планировали вообще всего этого. Любой подобный килл, да. Любая подобная реализация условного блинка и любого маленького пара спайка очень важна сейчас. Приротич 3, скорее всего, не заморозится на ближайшие минуты. Да, я думаю, это же надо искать хифраги. Искать какие-то хорошие выпады. Виспер под сеткой. Рядом Фишман. У него хотя бы теперь таймлапс есть. Можно нажать и не погибать. Виспер нажимает ультимейт, в свою очередь. И Ватсон его должен отказать. А можно нажать и погибнуть по итогу Висперу? Не Висперу, а Фишману. Виспер решил, что нет. О-о-о! Оп! А вот и он! А вот и он! Это Катаоми, дамы и господа. Такой не отпускает. Виспер дважды уже погибает после роллинга. В этот раз он прям максимально с твоего усыграл. Но это не помогло. Но при этом все, при помощи Орчета был взят Кентавр на боссе. И вот это главная проблема. Нага-то еще, понятно, расплитится. А что будет намного больше? OG, в свою очередь, не отдали ни одной вышке. Фишман очередной ультимейт. Но как же хп у тебя тает? Беги отсюда, родной! Очень тяжело на Шикучисте показывать геймплей, когда у тебя с ним смертей. Герои очень-очень тонкие, это правда. Я наблюдал, по-моему, от... Господи, от Тундры, короче, у него. Появится ли у него защита от Сайланса от Нуна, да, когда у того будет агоним. Потому что если у Энси будет получаться... О-о-о! Какой кукшот! Туда же Коги. Вторым Астрал Степ. Если что-то еще на эскейпу, Нуна! Нет ничего. А где команда-то? Боже мой, как же долго убивают его. Команда сверху, только сейчас пришли. Ватсон мог бы подойти и сон дать. Ватсон опять пришел, не успев ничего сделать. Ушел сверх леденей, где он фармил крипов. И кажется, что вот эти перетяжки лучше уж не совершать. Да ладно, нормальная перетяжка была. Но я имею в виду с точки зрения того, что она... И вы продолжаете уже на лоу-хп. Ватсон свалить. Ульта нет. Он потратил его на руну Винздома. И вошел в драку, из которой он не может выйти. О мой бог, как же плохо. Хотя, казалось бы, да, БКБшка на развороте. Нажимаем красиво. Но ДПСа не хватает на Кентавра, на ЦК. У ЦК 16 спорта, потому что у них есть Вижен на Твинке из Ботомны. И поэтому они прекрасно знают, что Уджи находится на Рошане. Но теперь-то уже все. Теперь-то время закончилось. Теперь нападать нельзя. Надо отступать наоборот. И Нуну будет больно. Гонятся за всеми корами одновременно. Такое ощущение. Но Нуна забрать в первую очередь нужно. А он умрет. У него все в КД. Просветка. Страшно. Сики бы хоть как-нибудь вжать. И там уже Астралстеп был бы. Совершенно по-другому бы. Прошло в этой драке. Да, ребята. У них даже не было. До свидания. До свидания. Как же это грустно. Да, вот так вот. Вот так вот. Не пошло на линии у Атсона. Дальше он, соответственно, просто не может быть настолько большим. И вин кондишен для него сейчас. Это какая-то нереальная ошибка от Уджи. И супер-мега действие от Катаоми. Вместе с Вайдом. Где они где-то находят фраги. Ну и Фишман, да. Фишман, наверное, является главной проблемой. То есть с точки зрения того объема сноубола, который Уджи получают постоянно. Потому что они продолжают фармить Чеку Чиста. И Вивер. Какая-то уже девятая смерть. Десятая смерть. О, поймали. Без БКБшки. Эмбер Спирит потратил на топе. Нун с ДТшкой. Ари под атакой. Не уверен то, что не хватит ДПС на то, чтобы его забрать. Ну, тоже прекрасно понимает. И уходит. Пытается выйти, точнее. Но выйти не получится, да? Ари сам еще идет вперед атаковать этого Вова Спирита. И этот размен просто шикарен. Поплава от Вовы. Под нее и Радик собрали, и Эмбер Спирит, очевидно, будет обладать всякими глибнерами и так далее. ДМ. До свидания. Там Шиву условно соберет. Он, да, уже будет неприятно. То есть против Олезиониста они собрались максимально эффективно. Смог тем временем с стороны Уджи. Так что надежда больше на Нуна, конечно же. И они идут, видимо, за Уид Спиритом, потому что стоит вард на линии снизу. И как он заходил в боковой лес, было замечено. Дали, дали. Вот он Фир Атари. Очень-очень вовремя. БЗМ. Уходят. Ну, Ари здесь погибать придется, хотя приходит. Сюда Вапер, тут же Тимада, тут вся команда уже. Олзи цепляет бедную Нагу Сирену. Ватсон умирает. Ватсон просто не здесь совершенно. Это что такое? Просыпнули. Причем он считает, что он должен идти фронтлейном туда. Учитывая, что Стампид уже потрачено, он не выйдет точно. У него нет никакого БКБ, у него нет никакого Саева, кроме Сна. Потому что твоя сила Наги, в принципе, основа основ этой иллюзии. И твоя возможность имеспамить. Но уж тем более ты не должен раскрывать позицию впереди всех. У тебя сзади команда, почему она сзади? Как такое вообще возможно? Ладно, я думаю, что Ватсон просто в небольшом... Даже не сильте, да, наверное, а уже в состоянии, когда... Надо на тоненького сыграть. Плевать, что там будет. Надо просто показать себя. Может быть, получится что-то. Нага дает иллюзии надежд пока, вот единственное. Иллюзии надежд точно. Не, очень больно играть против такого сноубола. 13 тысяч перефарма, 30-ая минута. И OG должны от контроля следующего роша, он появится, возможно, через минуту 30. А я даже не пойду драться туда, энтити. Я прям в этом уверен почему-то. Ну что им там делать? Через тоннаги зайти попробовать? Только стилить через Манки Кинга. Если Катаоми даст хороший стан, в окончании Рошана, заберет Эгиду. Там еще можно что-то придумать. В опусте времени. Кентавр не хочет нажимать БКБ, и поэтому отправляется в таверну. Минус Дима. Фишман спрятался в лесу один. А не один. Тут еще Нуна. А может быть их поймать, найти Ария. Опять эти кусты гениальные. Ну тут уже Тимада все спалил. Ария нужна помощь. У Нуна вся игра это бесконечный триллер. Где вся команда противника может тебя найти, убить. Да, там летит станчик. На три секунды оглушение. Прокнуло для Тимада. Ну прокать сильнейшим, что называется. Ну просто Кентавр погибает снизу. После этого погибает Вот Спирит. Это даже спейсом для Наги не назовешь, если честно. Это вообще не назовешь ничем, кроме как проигранной картой. Первой, да, напомню, что у нас бастов три серии все-таки. Но OG наголову выше. Д2 еще Энтити стоят. Их не задушили сильно. 17 тысяч золота. Еще и с Рошаном повезло. Смотри-ка, он практически на максимальном таймере. Вау. Прет, прет Энтити. Окошко фарма для Наги еще там что-то добрать. И для БЗМа тотальный фарм для него. Просто супер кайф. 9-2-10 идет Эмбер Спирит. А сколько смертей у Манки Кинга? Потому что мне кажется, что у Ивера появляется конкурент. Подовести до Т2 крипов. Ну хоть какие-то выпады делать. И это правильно. Нага все-таки с иллюзиями. Тут сто золота, тут 200 золота. И вот вроде бы у вас даже появляются ресурсы подраться. Манки Кинг прыгает на Тимадо. Серьезно? Серьезно? Что это было? Это был очень агрессивный обезьян. Надо фишмана просто взять и по щечкам, так сказать. Да. Немножечко, чтобы проснулся молодой человек. Хороший эрлигейм от него был. На самом деле я выложился на все 100. Просто такой, да, еще сетап. Вивер плюс Манки Кинг. Может быть не самым эффективным с точки зрения ДПС. Особенно в сравнении с ДВшкой и появлением 6-го. Потому что Бедлам просто наносит помрачительный объем дэмэджа. И вот, снова условили через Сайланс. Бот-черечит Батторн. Там дэмэджа хватает более чем. Богоподобие для Тимада. 9-0-6 в сухую проводит эту карту керри команды OG. Чувствует себя просто замечательно. Мне очень нравится как суппорты и Манки Кинг, и Вивер. Но в отдельности друг от друга. Чтобы был еще какой-то подсейв. Вот он шанс. Через Сайланс как-нибудь не дать прожать БКБшечку. Станчик и нажимать. Вот она БКБ. Но тут, ладно. Сетка в таких моментах не помогает совершенно. Дэмт по аут. Под БКБст, там пит нажали. И ушли. Ватсон отойдет. Конь. Конь бежит. Конь находит иллюзии. Ватсон байтит. Красиво. Мне нравится. Сон. А дальше? Виспер! Ооооу, шиш! А может быть не стоило нажимать сон, тогда бы тебя не нашли? Он ни разу не ушел вообще за своего ультимейта из телепорта. Боже! Мне кажется, если бы он просто вжал ТП в этом лесу, его бы не нашли и не учат. Да, да. Есть такое подозрение. Маленькое, но небольшое может быть, но все же Виспер явно сразу же понял, куда ему катиться в тот момент, когда увидел Сон. О мой бог. Дальше все было хорошо, но все очень плохо. ДМ опять подцепили. Стоит Тимада, бьет ему лицо. Да, Кентавр 3000 хп, какая разница, у меня криты, у меня друзья. Вот Виспер, вот ты в таверне. Угу. Замечу то, что такое количество киллов, которое происходит на карте сейчас и развитие, да, Net Wars в сторону OG, оно связано с тем, что Entity играет сейчас не дефолтно. Представляю защиту ХГ у Entity, и там тоже суппорты теряются с точки зрения того, что они будут делать. Откидываться жучками, ну, такая себе польза. На фоне альтернативы имеется в виду, но будет там Фишмана какой-нибудь Winter Viver, и уже смотрится по-другому. Верно, в последнее время, вот, казалось бы, да, герой для камбэка, но ощущение от него все хуже и хуже. Уже к Таоми находит Арис с Нуном вместе, но тут рядом еще и Виспер, это такая проблема небольшая. Такая с негонца. Ну, когда Аоми умрет, ничего страшного. Что касается Нуна, он купил себе по КБ и сейчас... Чего погибает? Днем погибает. И так каждые пять минут. Ну, и время заканчивать игру со стороны OG. И гида в руках у ЦК. Просто зайти на ХГ, реализовать свои шмотки. 27 тысяч преимущества. Должно быть не суперсложно. Еще и магический блинк для темада. Я, на самом деле, люблю больше билд, наверное, через Актарин вместо магического блинка. Блинк – это хорошо, конечно. Но Актарин дает ЦК очень-очень хороший спам. Опять! Опять поймали на телепорте! Да ладно, это не опять, это уже жизнь. Даааа. Это вот так работает. Но там погиб, кстати, Виспер и драку разделили на две части. Ватсон пытается уйти. Два фрага по итогу вразмен на Фишман, но Фишман не считается. Получается два в ноль. Ватсон вышел? Ватсон вышел, летит Хауслл. Вышел на войде, но это все еще окей. К Таоми. Стапит под Вайда. Но у Вайда нет БКБ, ему нельзя входить в эту драку. Слишком опасно. Рядом ткар. А так можно. А Тимада? Тимада ответит. Тимада слишком жестко отвечает. Правда, пока забрали только Таомина. Он пытается выйти. Ракетка залетела. Сюда же Вивер. Здесь Фишман. Тимада бы убить всем вместе. Но какая зверюга страшная. У него Егис. Пока они будут его бить. 3400 без Наги они его не убивают. Под Блаторном? Да. Под Блаторном от Наги они убивают Тимада. Где угодно. Где хотите. Главное – устроить нам шоу. Ладно. 25-й на Тимад, 25-й на Эмбире. У БЗМа. Но он говорит, ребят, ну оставьте меня в покое. Не покайте мою БКБшку. Не хочу. Не хочу БКБ покать. Нет, не надо. Оставьте покой. ДМ. Стан. Но у Снайт это вообще задачка не лучшая – прыгать. Цепанули. Даже сквозь Бладмейл пробивает иллюзии. Как же больно ДМу от иллюзий. КП-шка нажата ДМом вне файта по факту. Контратака. Хукшот не дотягивается уже неплохо. Стампит пришлось нажать. Очень много ресурсов выбили из Димы Сларка. Приходит Ватсон на ХГД Фатсон. Теперь еще придется с Нагой разбираться. Тем временем снизу в Пишман пробивает Т2 вместе с крипами. Но вы теряете уже первую линию. И терять будете очень активно под ЦК. Хекс на Наге. Выглядит так, что Ватсон решил, что время, так сказать, последних решений. То есть нужно финализировать момент. Нужно зафокусить какого-то условного БЗМа до нажатия БКБ. И влет от ЦК. Он слишком плотный. ДМ погибает. Есть байбэк. Ватсонсон пошел. Но тут катается Виспер. Что с ним делать? Ну он с БКБ не дерется. Просто стоит на месте. Пишман рядом. Нужен сетап под Ватсона. Под его хекс. Чтобы реализовать. Нашли Ктаоми в лесах. И Мершин идеально исполняет на клоке своем. То, что нужно. ДМ. Станчик. Есть. А, все. ДМ в таверне снова. Да, эта игра проходит очень логично. 40 на 11 по киллам. 41 уже. ГГ пишет ДМ. И мы понимаем, что мы отправимся на вторую карту. ООГ. Поздравляем с первой. Идеальное исполнение. Ари. Нереально потные. Просто. Я не знаю. Оргазм. Смотреть на него. Великий. Совершенно. Великая белка. Великая феечка. Может быть пул у него очень узкий. Но есть люди, которые играют узким пулом и играют им хорошо. Мне вот очень нравится то, что исполняется. Жука. ООГ. ООГ. Вот это да. Ну, кстати, он какое-то время может и в соло или иную серию по лесам искать, пока он там свой глипнир пытается. На тихих героев, да. И вот реально хочется баллончиком. Да, тоже хотел сказать. На экран, да. Ммм. Но это искорительно. Снесли вард на боте. Иммершина зацепили. Иммершина больно. Ну, это килл. Ну, оставить бы идеально было. Идеально. Вова получает себе первый килл. И таким образом получает себе отличный старт. И дальше мы с вами понимаем вообще Шторм Спирит. Это вин-кондишн энтити, да. Большой шторм, который просто будет... Ну, против одного из сильнейших миддеров этого патча пока стоит БЗМ великолепно. Вот Трен... Это верно? Да, да, да. Должен погибать. Катаоми сейчас будет показывать нам, как надо играть на шипучисте. Варлока не пикнули. Еще какого-нибудь героя. Хотя, чем вот, например, Свен сильнее, чем Варлок, я не очень понимаю. Ну, то есть он дает станы. Это хорошо. Катаоми, тем временем, убивает еще и Тимада. Ботомлайн начинает Салат выигрываться с тренэнтити. Я бы сказал то, что, наверное, Тренд протектор и Никс сверху, да, у вас пика. То есть, если Тренд подбирался на второй пик и там еще можно было вокруг него как-то по-другому что-либо построить, тем временем Катаоми находит себе килл еще и на миддера, а нападение Атари, но это не керри линей. Что касается Энигмы, мы так и не закончили с этим вопросом. А этот вопрос уже решается Ватсон Таверно. Тонкий герой, на керри позиции очень легко гонгать. Но при этом оставили бруду снизу и на нее... Суппортов обеих команд. Но отмечали еще до старта этого B103, что суппорты здесь будут потеть, что из сил. Виспер дайвит Ватсона, фишман делает ТП. Ну, прохладой пахнет от Виспера, конечно, лютый. Но, с другой стороны, Ватсон может от Эделонов погибнуть. Виспер последнюю тучку... О, хорошо сыграно. И еще и Блохол появился... Ари, здесь тычка под копы, они забирают еще и Катаоми, что ли. Ой, 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 какой переворот от Виспера за счет... Ну, это, скажем так, компенсация ужасной ситуации на Виспера. Напасть под Т2 уже хотят. Жучка повесили. Виспер погиб все-таки. Но в ответ Катаоми два удара. Ари еще. Идалоны помогают. Да. Как же этот Твингейт убить все равно не получилось. То есть это потерянное время, когда вы могли просто фармить. Тренд объединяется с Ари. Тут же фишман к ним навстречен. Но Свен плотненький таргет. Тысяча хп есть. Но вот когда вы все вместе, ничто тебя уже не спасет. Ну, он благодарит за то, что он может спокойно забрать хотя бы стаки крипов в лесу. Тем временем Тимада на него в лед. Тут прохладненький паучиха все-таки с нереальным оффспидом. И Нун тратит больше половины столба аманы для того, чтобы его найти. Но найдет. И ТП-шка поздняя. Очень-очень поздняя от Уитспирита. Зачем Базэм сюда вообще не отменил ТП? Странно. При том, что никто не полетел еще. А вы знаете, что снизу там три соперника как минимум. Может быть, хочет подефать Т1 и тиммейты подоспеют чуть позже. Даже не пошли дальше душить этого Уитспирита. Ватсон. Очень сладкая булочка для Никса Сассина. Прям супер сладкая. Вот тонкие керри для Никса. Это лучшее, что может быть. Ари помахивается станом. Оооой! Какая зверная рыба-то от Виспера. Ладно. Линнута не забрали, но Виспер, конечно, потерял. Никс Трус. Никс Трус. Он промахнулся станом и убежал сразу. Венигма пошла до конца. А у него все равно костов-то не было, что ему тебя делать там в этой драке, если у тебя все уже в КДА. Да, Венедета была, кстати, 1 секунда. Вполне вероятно, могли даже не забрать. Понимаете, что для Ари это главная цель. Проблема, что поздно он не прочитал. О, мой Бог! А они просто его взорвали. Ладно, на боте есть хорошая ответка. Котовыми зарабатывает ласт хит. Большой здесь больше кучист, но компенсирует шестым. Его надо уважать. У него овергроу. Это страшно. Можете просто отсюда не выйти ни в коем случае. БЗМ инициировал. Овергроу есть под двоим, но выглядит как будто вообще никакой у дэмэджа под отсюда не дать. Фишман погибает от вендеты. Со спины. ДМ. Можно рэвэдж дать. А, рэвэджа нет. Рэвэджа нет. Его использовали, когда забирали тимана на боте. Подкоп по итогу в Тайтхантера пошел. Атари не самый лучший. Хотелось бы в Нуна, конечно. Нун врывает снари. Понимает, что ему ничего не угрожает уже сейчас. Виспер пришел пофоткать. Зачем он сюда пришел? У него 28 секунд блохола было. Когда Нун нашли его. Да, на хосте ушел. Нагло-нагло играл Нун. БЗМ. За ним. Хороший ремнон. И дальше? Есть ли что-то? Добавить? Добавить? Это закончилось прямо сейчас. Он никуда не убегает. Забрали штаны Спирита. БЗ. Ему теперь нужно отсюда выйти. Не оставаться. Котовоми на ультимейте. Продлевает жизнь. Одна секунда. Астрал Сэппо. Вышел. Контроля не хватает, ребята. Да-а-а-а. А вот будет здесь Кентавр. Какая ситуация была бы совершенно другая, да? Но стан есть. Лагуна есть. О-о-о! Бой! Бой! Бозит жужжка! Да почему команда гоняется за вивером, когда у вас мидер? Красивая постановка, кстати, от вишберной компании. То есть один пушит миддл, остальные стоят на прикрытии и в любой момент контурнистрируют. Учитывая, что у них вард глубокий поставлен сейчас. Это что нужно. Ну и Мершин легкий килл, тут даже прикраться на него не стоит. И отдают просто эту вышку. Да, да. А я не думаю, что какой-то другой геймплан существует. Если ты играешь против Тайдхантера, тебе не хочется с ним драться в данный момент. Тем временем, выход от Войт Спирита, есть. Так надо нажать. Иллюзии, иллюзии, иллюзии. А иллюзии не вообще из принципа не нажимаем. Ну ладно, мог бы зато отжить стан, наверное. Ладно, Ари. Его еще закрыть спокойно себе. Пучки есть. Шторм Спирит летит. Да, да, должны закрывать Ари. Хороший отрезок для энтити. Дали 3 килла. Вышку забрали в центре. ОГ очень странно играют сейчас. Да, вот это вот вписывание за Трента, и ему видят, да, нет БКБшки. Ладно, забайти или просто смерть? Весьмирно нужно убегать. Правильный маршрут. По итогу его не подцепят. В центре будет продолжение на БЗМа. Жучков повесили. Уйти, БЗМ. Не уйдешь. Батсон Глетнером подключился. Лагуна, до свидания. Второй раз он байтится на эту руну активную. Ари. Вот атака так же. Дасты. Идеально сыграно. Слушайте, начинает сыпаться очень сильно ОДжей. Все еще ждут своего Блэкхола с БКБ, но отдают уже 3000 преимущества. Вы ждете этого идеального Блэкхола с БКБ? Но в момент, когда просто Энигма бегала с Никсом и давала Блэкхолу чисто Ватсона, давайте убьем. По-моему, было веселее и лучше. Это трако вполне возможно и для команды ОДжи. Да, пока не в меньшинстве. Пока не тотально в меньшинстве. Энигмы даже близко нет. Поймали все-таки Жука-Паука. Таймлапс не нажать. Все окей. Для БЗМ очень важный фраг был бы, но в меньшинстве золотался. Если он найдет, за Блэкхол убьют, это, конечно же, идеальный фраг для Виспера. Блэкхол? Ага. Тут жалеть точно не стоит. Четенько, четенько. Да. Еще и минус 9-секундное БКБ, что тоже минус для Вовы. Печально, печально для Энтити. Но, с другой стороны... Бяленько очень. БЗМ сам прыгает вперед. А БЗМ куда пошел? Что делает БЗМ? БЗМ делает игру сейчас. Отправляясь в таверну на 50 секунд. И вот это уже зеленый свет, ковровая дорожка. Драться для коллектива Энтити. Да, и Мэршнл сваливает отсюда. Подставил очень сильно своих саппортов сейчас БЗМ. Отдал, правда, всего лишь одного из них. Ари, успешно ты паутнулся. Но это что-то отдельное вообще. Такого давно не видел. Просто Ари сам ушел. Все круто вроде бы. Отбросился с шикарным станом. Карапасы. Просто чего он там хотел добиться-то? О, БКБшки нет. И Нун ответный удар называется, да? Нашел Виспера. Соло килл. Огромный объем бабла. Месяц экспой для Нуна. И теперь уже карта выглядит так, чтобы все это время, пока нет Блэкхоула, можете делать все, что хотите. Тимада. Ответка тоже есть. БКБка Д. На Шторм Спирити. Что за фитфест у нас на топе творится? Потому что ДОС... 934! От БЗМ. У него редко такое случается. Он обычно довольно стабильный молодой человек. Второй раз убить Нуна хочется. Карапасы. Поймали Шторм Спирита. Подкоп демеджа. Очень много. Два удара. Нет Шторма. Хэллоу. Это Блаторн. Да. Соло киллы для Брэдуи всегда было очень-очень просто оформлять, да? В тимфайте она может потеряться. Это правда. Потому что с Блинком ты очень круто Тайдхантера контр-инициируешь. Он ворвался, дал реведж. Все пытаются подойти. Ты хоп, овергроу, ребят, подождите, мои себя придут. Потом будем драться. Если сейчас хотя бы одна из команд хочет совершить какое-то агрессивное действие, то самое время. Потому что до Рошана еще надо ждать и ждать. Если будут какие-то фраги уже после спауна Рошана, они уже будут критическими. Поэтому вот этот фраг на пятерку, например, не взаминает. Массаж спинки. Метеор Хаммер есть у Штром Спирита. Вот поймать бы Нуна сейчас прыжок на него. БКБ. Манту. Ответная. Придется нажимать. Придется нажимать Манту. Нельзя вот так просто. Видимо, можно. Он не нажимает. Он БЗМ. Да что ж такое-то? Пожалуйста, БЗМ. Соблокол дали Ватсона. Почти добили. Ватсон. Хилится жестко. До конца до Тало. Все ресурсы влетают. А тот же прямиком в эндити. И это трипл-килл от ДМа. Разрыплется. БЗМ. Почему ж так долго-то? Там, возможно, из-за Яка там фокус был слабенький. Очень вовремя подошли. Опа, Виспер. Блокол по троим. Нормально. А где Бруда? Бруда? Сюда БЗМ по всем покатался. Минус два саппорта. БКБ нажимает Лина. Пытается жить. У нее это не получится. Первый раз. А теперь она встанет без БКБшки. Ребята, это суперопасно. Нуна попытается сцепить. Ну ладно. Пофиг на Нуна. Надо контролить Лину. Лина. Велком аборт. Эмчик отвечает. Реведжем. Этого хватит. Нет. Ватсон погибает чуть ли не от вышки. Тем временем БЗМ продолжает сражаться. Нун прожимает БКБшку. Контролит. Вой спирит. Вой спирит. В таверочку. Нет. Надо выйти. Четыре секунды. Астрал степ. Стики есть. Но там Вестл. Там Вестл. Какие стики? Вот он нажал. Ладно. Хотя бы как-то. Отличный контратак. Брыждок от БЗМ. Туда его. Туда. Куда ты прыгнул. Пофигу совершенно. Тебя Никс потеет. Суппорт спасает. Станчик. Все. Беги родной. Я умру ради тебя. Не. Пускай пожар. Я не вижу. Не вижу Мекки в этой сборке. Особенно в таком тайминге. Что она вам даст? Немножечко здоровья. На БЗМ она пали. Потому что тиммейты ушли. А БЗМ остался. А БЗМ в стане. А БЗМ погибает. Он думает ему нужно было БКБ. На самом деле оказалось то, что Линкенсвера. Потому что Линкенсверу не нужно нажимать. Правильно? Нет. Потому что она против фикса работает. Ты не можешь нажать БКБ, когда тебя фиксуют. Ты можешь нажать БКБ, когда на тебя бежит Сван? Но не в ДМа. Не в ДМа точно. Нормально. Да пофигу и в ДМа нормально. Тоже хорошо. Все равно БЛОКХОЛУВ 2. Проблема в том, что они пробить его не могут. А второй БЛОКХОЛУ даже. Ну и нормально. ДМ я думаю счастливым. Просто сейчас отправился в таверну. С улыбкой на лице. И Ватсон. Ну а теперь я. Теперь я просто иду и разбиваю вам лица. У меня БКБшечка еще 7 секунд на жабы ее. Байбэк от Энегмы пошел. Байбэк от Энегмы пошел. Но у Энегмы нет БЛОКХОЛУ. Зачем ей выкупаться не очень понятно. Тимада под атакой. БКБшка закончилась. Его сожрали. Обидно. Или не очень. Не знаю. Да, по-моему, если по кайфу. Просто по кайфу убивают еще Эникса. Падает А4. Просто в трон идут Энтити. Как же они кайфуют после первой карты. Наконец-то. Наконец-то. БЗМ уйти. Но. Давайте скажем так. БЗМ выдал какую-то Рафляночку. Да. Есть. Есть такое ощущение. Рафлан игра немножечко. Такое бывает. Такое случается. Он здесь горит от Паразма. Джи-Джи пишет. БЗМ. Да. Дамы и господа. Борьба у нас продолжается. Никто не думал, что это будет быстрые и легкие. Было ощущение, да, что здесь игра серьезная. Довольно равная. И OG забрав первую карту, отдает вторую. Поздравляем Энтити. Мне так жалко Виспера. Просто невероятно. Как он потел на этой Энигме. Как он хотел победить. У них линия получилась, ну, просто шикарнейшая вместе с Арией. Этот блок... Ну что, флейнер, который решит все наши проблемы. Всяктор приз на барабане. Нет, иди, да? У меня тоже нет. Виномантер. Виномантер. На ком ДМ? Когда надежды больше нет. Ну, бремастер. Бэтрайдер. Если надежда на Виномантера, то надежды нет. Нет, брюхо нормально. Ну, пойдет. Да, бремастер. Хорош, башка. Да? Все. Как говорится, и он пойдет, да. С пивом реально пойдет. Ну и что? И... Клянусь. Это один из моментов, которые мы вообще в аналитике не услышали. А вообще-то, если что, это секретные стратегии. Очень такие теневые. Вот. Потому что, да, баши на рейнджовых героях. Чтобы по этим маленьким копеечкам не сформировалось преимущество. Чисто все о кнопках. Катаоми тем временем отдает ВБ. Правда, для Арии, а не для Тимада. Это, наверное, небольшой минус для ООГ. Но все равно батч очень сильно. При этом БЗМ не один в команде. Поэтому я думаю, что ничего страшного. В предыдущей карте он был один в команде. Тем временем, размен у нас для Ватсона в плюс. Тамба была, правда, поставлена. И сейчас можно... О, сденайл еще и томбочку от Идейлона. Красава на Ватсоне. Идеально сыграно. И... Он говорит, а может быть я хотел бы на Арбузе здесь. Вот на Арбузе такого бы не случилось. Но Арбузецкий бы не справился с другими задачами. А Дем тем временем в таверне. И... Вернее, с фулл ресурсами из позитива. А у ЦК все довольно печально по этому поводу. Просто история-то в том, что вы сами напали на ЦК. Вы начали эту войну, да. БЗМ погибает. Это что за... Нет, это продолжение БЗМа. Это вот оно. Предыдущая карта была первая часть. Сейчас вторая часть. Ну, он художник вот так видит. Жаль, паук возвращается. Виспер. И Висперу очень больно. Ну, слушайте, писать. Главное не умирать. Врывается Шторм. Гречка. Тос. Подвышку. БЗМ. Драться. Ну, ну, больно. Ну, ну, ранчика забивает. Они уверены вообще, что надо было его подвышку закидывать? Ладно, ладно. Да, ну, еще и хвалит БЗМа. Типа, точнее, его сверху. Там Амплифай просто нажал. БЗМ. Если ребята придут на послематчевые, про этому поводу можно спросить. Но, я думаю, скорее всего, сложно будет вспомнить вообще, что тут что-то происходило. Ну, там много, мне кажется, игровых ситуаций. Опять на БЗМ. Да где шестой левел там у тебя? Куда у него шестой? Может быть, он постоянно дерет туда, обратно, налево, направо. Крипов не пофармишь. Вот он шестой. Здорово. Ушел с Астралстепа. Маршин оставил, правда. Тут там БАС. В контратаке будет контратак Атарри. Нун. В порядке. Обязательно у нас. Невозможно, невозможно. Там пока будет лететь привязка, он уже уйдет на лайнник. Более, тем временем, Тиммадо... А, он поставил вард просто за вышку. Тут все должны перейти. Спасать Ватсона. Просто спасти Ватсона сейчас будет миссия. Сразу телепорт от Медведя. Прибегает сюда вся команда. Ватсона связали. Приходит также Тиммадо. И Блэкхолл раскастовывается Фандарианом. Да, Праймл Сплит. Не знаю, хороший ли это Блэкхолл, честно говоря. Такое ощущение, что не очень. Но Тиммадо отсюда еще не выйдет. Ой-ой-ой-ой. Контратак отличный от Ноуна. Все. Нужно играть дальше. Все пока по плану. Возможно, боялись, что еще телепорты какие-то идут в этот желез от Entity. И поймаем не только Панду. Но по итогу, да. Да, вы отдали чуть ли не больше. Хорошо, вы убили топовый Нетворст. И Станчик есть от Тиммадо. Ответы. Прямо Сплита, напомню, демо нет. Так что не стоит ему слишком сильно агрессировать здесь. И Рубес. Стики есть. Блэк Гранада. Еще одна тычка. Есть она. Есть она от Ари. Запускает он свой желуд. Демедж. Под станом. Туда же Ремнант. Туда же еще связка. Честно говоря, они лучшим образом нажали. С пылы. Одновременно были использованы. Тиммадо пошел куда-то гулять. А Фишмана на развороте с иллюзиями. Как-то подраться. А ты уверен? Тиммадо просто парень говорит. Давай сюда. Под ультимейтом. Против Фишмана. Да, не проблема. Но тут он, правда, оставит Тиммадо. Но я думаю, что Тиммадо доволен. Получил себе бесплатное ТП. В 320 контроля нет. То есть через Вортекс попробовать заберстить. Но я подозреваю, что не звучит это как хорошая история. А вот на миде героя забрать. Коня. Да, у Коня нет армлета. Соответственно, это легкая цель. Почему нет? Даже не летят его спасать. Понимают, что не успеют элементарно. И не надо. Я не понимаю, почему Конь вообще вышел. Он не видит никого на карте ровным счетом, кроме ДМа. Почему-то выходит пофармить. Думает, что может себе это позволить. Но Тиммадо не прав. ПЗМ. Развели ДМа на ульт сейчас. И просто выйти, выйти, не сражаться. В коем случае. Иммершину, если что, даже можно продать. Но вроде бы вышка еще жива. ПЗМ там еще покопал что-то. Да, да. Хорошая разводка получилась. Но с другой стороны ДМ не погиб. И то хлеб. Это хорошая разводка, если вы воспользуетесь этим и нападетесь в ДМа. О! Крип! Крип спас Нуна! О, мой пиздец. Решил он, что предыдущий его билд через драма Беллинк БКБ не самый оптимальный. Хочет Орхидею. Фишман ставит Тамбу. Виспер оказывается просто в центре драки. Есть, конечно, Сайленс. Но с другой стороны все. Сейчас переживем этот Сайленс и до свидания. Как играть-то в доту? Виспер Блэкхолл по двоим. Урон. Урон дать! Что ж теперь-то забирают его. Также погибет и Рубик. Котаоми перед смертью своровал Блэкхолл, конечно. Но ты в таверне. Но Ари с Белкой своей, это стила финальная, просто закончила жизнь Шторм Спирита. Если бы он выживал в этом Блэкхолле, это была бы нереальная победа для Эндити. Но не тут-то было. Ари выдается. БЗМ будет атаковать на Нуна прямо сейчас. Законтролить как-то. Нун уходит, врывают на Пишмана. Убить быстро Ондайна. Ондайн погибает ультимейт. От ДМа просто уйти всем. Уйдет ли Виспер? Ладно. Напали на плохой таргет. У БЗМа есть Астрал Стэп. Что ты сделаешь? Ничего не сделаешь. Просто отойти. Тем временем Тимада тоже, видимо, пошел в школу Гирокоптера и уходит фарм в лес. Гирокоптер уже не может так комфортно, вальяжно себя чувствовать. Лучше с командой. Он фармит бойфу. Ну и треугольники просто фармишь, потом другие ханшей, потом отпушиваешь ботом. И обратно повторить еще 350 раз. И вот ты большой Гирокоптер. Все у него будет в порядке. Зажатие карты сверху? Да, есть. Да, в свой собственный лес OG не пропускают. То есть это постепенно приводит, конечно, к киндофарму. Укоров тем временем пошел контроль на Шторм Спирита. Ну он жить не выживает вообще ни за этой секунды перста. Сумасшедшее количество прилетает в таре. И тут еще и стрела в Рубеса. Что с Рубиком? Как жить? Как играть? Катаоми. Тост. Ну вот это та самая сила драфта OG, о которой мы говорили. У них очень много дэмэджа, у них очень много контроля. Им намного проще играть этим драфтом. Два саппорта постепенно у Энтити начинают вылетать из игры. Рубик не может найти себе эффективного исполнения. А Undying не появляется на карте особо, да? Его просто убивают. Панда. Два ультимейта в никуда. Прыгнул дальше на блинке. Он же был тоже в двойке. Буквально на расстоянии вот этой дистанции. Эваланж бы дал. Там тиммейты подоспели. Просто подос. Есть продолжение какое-то. Ультимейта Тари. Блэхолл. 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 Да просто так убьем, убьем себя. Нормально с руки. Окей, хорошо. Да, Сайленс я совсем забыл. Виспер собрал ту самую шмотку и сейчас асситирует своим тиммейтам. Блэхолл на развороте дать здесь уже нереально. Ватсон пришел в драку, значит надо сваливать. Раздергивает теперь гирокоптера тоже. Приходится ему приходить и вписываться за мидера. Отличный отрезок для OG. Самое страшное то, что тебе на месте Энтити в любой подобной драке, где ты переворачиваешь, да, где ты наступаешь на противника, тебе нужно очень-очего. Ну я, честно говоря, не знаю, что так много у коня. Ну ладно, много у коня и много у коня. Anyway, посмотрим. Ну самое главное это проблема в том, что у панды маловато и у шторма не так много, как могло бы быть, да. Точнее его вин кондишен еще не пришел, а пришел ганг на Энигму. Блэхолл. Блэхолл. Блэхолл пошел по двоим. Стираем Шторм Спирита. Рубик отлетает. Таверну. Они вместе стоят. Вишмон, Блэхолл, Граната против Виспера. Виспер на лоу ХП. Не выйти отсюда. Ватсон снова пришел в драку. И снова он забрал хотя бы одного. Эммершант тэп-аут. Все окей у него. Как же они вместе встают. На ботами Блэхолл Шторма и Рубеса. БЗМ. БЗМ. Да, отойди просто. Да, это БЗМ. Да, это БЗМ. Это БЗМ такие штуки. Это вот они родные. 200 пунктов стэп, 200 пунктов стэп. Надо сломать. Он топ-сервер уничтожит тебя. О, боже. Берутся. Все бегают постоянно. Да, Рубилова очень жесткая. И вот чем вот ЖИК классная, да, что они умеют против пассивных команд играть пассивно, против активных активно. У них всегда меняется плейстайл. Они раньше нас прям удивляли, то, насколько они могут вообще сорвить голову, устраивать плюсовой гейминг. И Ария оказался все-таки... Это первая смерть, замечаю вам. На четверке, на сапо... Даже на пятерке с точки зрения линии, да. Но, по сути, на четверке он катает с нулевым... С нулем смертей. Правда, вот это первая прилетела за 21 минуту. И это была смерть наилучшая в подобной ситуации, потому что OG брали в капкан. Там можно было всех зажать. Как-то, Смидер чуть больше хотелось бы увидеть, но он прыгает на тине. Иммершн пока впитывает дэмэдж, но его, скорее всего, здесь уже никак не спасти. Но подождите, Иммершн живет, залетает ракета в спину минус тине. Будет ли драка дальше? Хотят ли OG, в принципе, принимать? Без тинника не хочется. Очень много контроля выдает, ломает позиционку, просто отдаёт у-2. Тем более, помнишь, всё это на Аегис. Тиммейт у Брю также готов. И в целом, там, БЗМ ушёл вверх. Да, отдаётся линия. В руках у Энигмы с её Блэкхоллом. Так, нормального ответа пока нет никакого. Тем временем, здорово, Андайенг. Ему бы какой-то шанс запутить себе, чтобы Блэкхолл на Рубика. Интересно. Интересно. Убить суппорта в пейтоку выбрасывают Энигму. У Блэкхолла не будет, но два фрага. Да? Да. И Андайенг сразу же возрождает. За счёт инер-абилити. Пишман забузил историю с Вивером такой, ребят. Ну, он залетает в бэклайн. И вот она, БКБшка, его можно нажать прямо сейчас. Тиммейта прожимает. Нет? Тиммейта. Жмёт, жмёт, жмёт. Нормально. И убегает. Просто уйти. Глипнер отличный от Белки. Ари спасает ситуацию. Можно было вообще идти чисто в блин к БКБ, но тогда бы в Верлигейме было бы суперсложно. Нун. Сайлл. Оп. Блэкхолл. Кое-кто. Кое-кто зажал немножко маны. И зажал немножко БКБ. Решает убить Фишмана. Да убейте Нуну, в конце концов. Он бегает на лоу-кб. У него и Егис. Его не надо убивать. Ну, отлично. Да, мы столько ресурсов на него потратили. Убивать его не будем. Все пытаются убежать отсюда максимально быстро. Фишман даже байбэкнулся ради драки. Но и всё-таки Шторм погиб. Да, но Эммершн... А, хотя Глимер. Чё, он бежит. Там Радианс. Шарит. Нормально. Нун. Он его должен пробить. Да, последняя тычка влетает от Ватсона. Пора умирать, говорит мелко. Улжи в этом файте вообще ничего не потратили. Они готовы драться снова. Почему бы и нет? Почему бы на развороте не сыграть против Ватсона? Ватсона пытается зафокусить, но он опять же, он живёт. У него сатаник, его невозможно убить. Это не тот таргет, который ты хочешь иметь. Тимада без БКБ, напомню. У него ни манта, ни ультимейта, ничего уже нет. Нужен БЛЭКХОЛ. Нужен БЛЭКХОЛ. Сейчас Виспер, пожалуйста. И есть БЛЭКХОЛ по троим. И туда же, раз кастный, прыгает БЗМ. Убили столько там БЛЭКХОЛ. Вот он, вот он, вот он. Минус герокоптер Нун на лоу хп. Надо продолжать со стороны БЗМ. Астрал степ. Минус ещё один. ДМ тэп аут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как горит. И снова мы не видим, чтобы Рубик давал его в ответ. Вы вроде как законтрили эту Энигму, но у вас нет контроля сквозь БКБ в этом драфте. Тем временем Фишман погибает соло от БЗМа. БЗМ наконец. Что-нибудь-то дальше дайте БЗМа. Вроде бы подцепили БКБшечку какую-то. Живёт БЗМ, выходит из файта. Ватсон тем временем теряет здоровье. Его просто Тимада разбивает. Подожди, не теряет. Тимада не может его разбить. В мэнфайте Ватсон выигрывает. А вот тем временем все остальные остаются здесь. Да, шторма как-то закрыли. О мой бог. Виспер ждёт. Виспер в позиция. Виспер уходит. Он говорит, рано, рано. А нет Тимада в драке. Тимада только-только зарефилился и с базы бежит. БЗМ. Есть ли чем свалить? Вроде есть БКБшечка. Живёт. Уходит. Драка растягивается. УДМ и сейчас ультимейт закончится. Нужно идти второй волной. Ваткол по-прежнему есть. Ари хочет, хочет, хочет инициировать эту драху. Есть колл от Тимада. Давайте подерёмся. Виспер. Станчик. Виспер по-прежнему. Где? Где БЛЭКкол и Нигма? Ари перебайтил. Перебайтил. Оказался слишком... А, хотя... Кем? 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 Забрать? Забрать, забрать, забрать. Смог какая-нибудь. Хотят какую-то халяву. А вот она. А вот и Хекс. Если какая-то хилпа. И Мэршан откидывает на Виланча в ответ. Нового Испирита не отпустит. 90 секунд таверни для БЗМа. Это наш. Это наш. Да. Тут сразу видно. Бежим отсюда. Тимада как-нибудь идти. А у него БКБ КД 3 секунды. Он перекладывал его из рюкзака. Надо вжимать. Надо бежать. ТПшки нет. ТПшки нет. У Тимада. Вот в чём проблема. Ты не хочешь БКБ сейчас нажимать. Виспера, возможно, какой-то Блэкхолл? Нет. Какая же беда. Надо БКБ-шку нажимать и что-то делать. Виспер БКП. Фишмен его зонит. Блэкхолл на вас не имеет смысл давать. Урона слишком мало будет. Тимада дерётся один на один с ДМом. Да, долго убивать этого хауса. На это прожимается БКБ. У него вроде два байбэка на двух героев ООГ. Где байбэк на БЗМе? Где байбэк на Тиня? Это из игры, которую вы просто сейчас идёте. В пятером заканчиваете, БЗМ идёт первым. А вот и он. А вот и Блэкхолл. А вот и Блэкхолл. Без Блэкхолла. Без Блэкхолла хотят увидеть просто так. А там Рубик рядом. Там Рубик рядом. Толоми мог бы состилить и контр-инистерировать. Это минус нон. Он не сможет открыть Виспера. Так что тут прям вот супер-супер важно, что будет делать БЗМ. Влёт от Нуна. На фокус пошёл на Энигму. Энигбэк в таверне. Байбэк надо нажимать прочно. Тимат тем временем разобрался с Фишманом. Но это вообще не тот размен, который вы хотите видеть. Байбэк от Тинни. Тиматтон. Очень много ТПС в этой драке. И ответочка от Тимата сожжёт его. Вместе с БЗМ, который просто влетел. Нашёл Катаоми. И теперь уже не страшно. Блэкхолл может давать кого угодно. Правда, таргетов нет. Катаоми в таверну. И все в разрывном. Блэкхолл пытаются. Норма. Ну второй. Второй. ПКВшечку. И Блэкхолл бы сюда. От Виспера добивают. Ну да. Но есть байбэк. И есть байбэк также от Ватсона. Он также его нажимает здесь. Тимата продолжает напрягать людей. Вокруг налево и направо. Станчики полетели по Брюмастеру. Брюмастеру супер больно. О мой бог. Что происходит? Виспер влетел ещё. Говорит, ладно сюда. Сторм. Сторм идёт тоже в эту драку. Врывается Ватсона. На него сейчас вся надежда. Он пытается расстреливать всех. Вот этой там бой. В этот раз перебить Тимата не получается. Тимата не хватит. Ресурсов. Он не выживает здесь. Никаким образом БЗМ. Надо отсюда уже сваливать. Но нет, они продолжают битву до конца. Есть байбэки. И у одного, и у второго кора. Но у Иммершина не будет этого бая. Сто секунд. Никак. Я не знаю. Никак не продержишься. Надо. Надо. Ради Виспера. Давайте посмотрим. Падает Т4. Байбэки пошли. ДМ раскладывается. Будет просто развлекать. Этот рапирос уничтожает два тавера. Хекс на игму. Он не нажал БКБшку. В таверне у него нет байбэка. Тем временем фокус пошел от БЗМа. По Тимата. БЗМ уходит. И Тимата все-таки скончался. 125 секунд таверни. И GG пишется. Таким образом, Энтити все-таки забирает это ПО-3. И БЗМ является самым главным героем на протяжении этой серии. Вторая карта. Третья карта. И, конечно же, Энтити супер счастливые. Они нашли те самые...